так начали всем привет сегодня еще раз хочу сказать будет лайв про наши услуги с людьми с кем я договаривался мне не ответили я считаю что уговаривать смысла нет участвовать в лайвах вот просто я приглашаю людей они уже сами решают надо или не надо рассказать про свои услуги как они работают и так далее так далее вот сегодня расскажу тогда про наши услуги давно уже к этому вопросу не подходил начну я с первого пункта думаю все все всем видно это вот этот первый пост я его переделываем потому что постоянно идет какие-то изменения дополнения вот теперь у нас идет пункт от обучения если что-то будет не видно пишите в комментариях какие-то проблемы будут то есть хотел сказать про наше обучение у нас есть я не скажу что это обучение это больше консультации консультации просто я хотел именно сделать их как бы более массовыми чем более чем индивидуальной потому что очень сложно рассказывать всем одно и то же для того чтобы убрать вот этот момент постоянного повторения как я не знаю попугай все это повторять я не знаю сам придумал то есть думал как это сделать приняли решение конечном итоге это сделать раз в неделю групповые созвоны по skype голоса на этих созвонов мы решаем принципе любые вопросы то есть можно спокойно закрыть все вопросы именно массового порядка в которых мы именно повторяемся вот и здесь как раз вот в этом этот пост как бы отображает что у нас есть несколько групп первая группа это та группа которая занимается исключительно поиском товара наша задача одна научить человека выбирать товар я не могу сказать что мы вас научим абсолютно точно и так далее если человек хочет он в любом случае научится там ничего на самом деле такого велико сложного нет нужны определенные объективные показатели по которым мы работаем вот мы не заполняем таблицы мы не занимаемся лишней тратой времени потому что в любом случае ценность исключить нашей информации это наш опыт навыки ну и в любом случае вы сами поймете по большому счету если уж кому-то очень сильно не нравится то что мы делаем мы всегда можем вернуть деньги я не вижу в этом никаких проблем недавно опыт показал что и другие люди возвращают деньги потому что никому не нужна антиреклама вот мы за качество свое отвечаем у нас группа открытая мы не закрылись ни от кого не там я я баню в группе исключительно людей тех которые просто или так и занимается скрытой рекламой вот или пытается просто нас унизить других унизить то есть каким-то образом непонятных фейковых аккаунтов залетает тогда ну вот смысл такой что первая группа занимается исключительно выбором товара она не отвлекается ни на что вот и раз в неделю мы созваниваемся решаем общие вопросы в течение недели без ограничений мы же не ведем эту эту группу же не как бы за нее отвечать в первую очередь вот и мы в этой группе рассказываем как раз по выбору по всем детям моментом на общих собраниях мы значит закрываем общие вопросы индивидуальном порядке закрываем вопросы по конкретному товару идея была такая что человек покупает этот кусок потом или нас продолжает нанимать дальше чтобы мы поддерживали и помогали но если смотреть со стороны максимальной экономии то самый выгодный вариант потом нас опять нанять где-то за недель за неделю дней за десять чтобы купить следующий кусочек вот этот курсик на блок по продвижению товара и работать опять же с реальным своим товаром когда он уже произведется когда он уже отправится на amazon мы делаем лисинг потому что мы лисинге сами пишем я считаю что лисинг надо оттачивать во первых надо уметь самому все делать вот тогда можно схарактеризовать работу наемных сотрудников ну или иметь там чувство вкуса конечно мы фотографировать не сможем и не сможем купить там фотостудию и так далее но в любом случае понимание надо надо общаться с теми людьми по крайней мере которые правильно это говорят и имеют опыт вот а все остальное типа лисинга можно написать там на 70 процентов на 8 самому вот но еще раз говорю надо это уметь делать даже если делать техническое задание надо в любом случае понимать о чем идет речь потому что лучше работать с отточенным четким понятным лисингом который заточен определенной тактикой продвижения и если вам человек пишет лисинг а другой человек продвигает в этом основная сложность возникает у нас вот мы делаем лисинги под конкретно наш тактик продвижения хорошая на плохая вы покупаете просто нашу стратегию потом вы ее можете улучшить вас будет просто старт более высокий просто-напросто и все можно с нуля начиная стартовать можно стартовать более так скажем высокого уровня вот и в любом случае получается что у нас выбор товара прошел второй этап человек или продолжает нам оплачивать то есть мы постоянно просто поддерживаем и встанутся на связи или если он даже предстоит оплачивать да мы конечно не можем столько времени потратить но иногда по каким-то вопросам и в любом случае можно всегда поддержать мы никуда не пропадаем как были мы на связи так сказать у нас есть своя фейсбук группа задает там вопросы в любом случае да не будет доступа там какому-то новому контенту еще какие-то нюансы но мы в любом случае создаем микро свое сообщество которое прошло через наше обучение у нас там идет лайвы такие же отдельные по выбору товара мы потому что те кто занимается там преподает так скажем мы выбираем свой товар и также к нему работаем потому что помимо того опыта который у вас есть который получите можно еще получить практический опыт наш в любом случае с нашими ошибками с нашими удачами и неудачами вот индивидуальная группа многие выбирают этот формат он отличается от групповых исключительно тем что мы там рассматриваем все аспекты и продвижение и выбор товара вот то есть у многих людей есть уже товары выбранные есть уже товары которые продаются плохо продаются хорошо продаются на разных стадиях возникает разные проблемы разные вопросы бывают тут командами работают бывают поддельность но в любом случае это те люди которые которые и в принципе отличие никакого другого нет есть еще формат человек когда просто так называемый под ключ он состоит из двух частей есть люди которые я их рассматриваю тех людей которых реально там или заняты или хотят реально такую серьезную поддержку там от и до там до самого конца это одна история здесь нас просто оплачивать за поддержку и без ограничений по времени там до полугода мы человека поддерживаем то есть полгода я считаю вполне достаточно времени чтобы ему там так скажем всегда всегда его поддерживать во всех там начинаниях любых так скажем есть второй вариант это когда ну а хотел сказать по первому варианту но он человек должен естественно понимать какие затраты он будет дополнительно снести то есть все затраты связанные с фото бренд регистре сайта я не знаю продвижение индусы пейпер клики и все остальное туда не входят вот есть второй вариант это в основном производители я их так так себе вижу по крайней мере с клиент ну вот по опыту это те люди которые платят больше но они не хотят вообще просто вникать им в принципе особо это неинтересно амазон для них это дополнительный канал сбыта ему просто надо его отладить отладить и передать то есть вот ребята делайте ваша задача выйти там на 20 продаж в день с этого товара а мы соответственно уже определяем сможем или не сможем вот история значит по по обучению я думаю понятно какие вопросы по обучению пишите тогда я по-быстрому отвечу перейдем дальше вот пишите все вопросы по поводу обучения то есть там потратили на 10 минут отвечу я думаю по обучению все достаточно просто я максимально стараюсь уменьшить уменьшить дополнительный бонус какие забыл сказать но фейсбук группу мы создали постепенно там растет сообщество медленно да мы не стыны никуда не торопимся постепенно постепенно второе это у нас есть база жирных ниш в любом случае то что вам делают ресерс за деньги у меня уже это все есть вы просто приходите там больше 700 продуктов они уже есть вот да это товары как я говорю это верхушки айсберга я как раз по этому списку и объясняю и пытаясь объяснить как выбрать товар то есть не надо ни за какие ресерчи платить не надо делать листинги но тоже наша задача с минимальной уложения получить максимальный эффект а стоимость вот таблицы я думаю вы на экране все видите 300 долларов у нас за 4 недели это любая из групп в зависимости от ваших нужд просто первая группа прошли плавно перетекли во вторую вот а индивидуально 500 долларов в месяц ну 4 недели вот под ключ который я вам говорил 6 месяцев поддержки это 2000 долларов то есть вот такие вот расценки по обучению ну и честно говоря это больше не обучение у нас нет никаких курсов это больше задача это способ выполнения каких-то задач потому что мы развивались от продаж все наши услуги до одной будущем которые мы сейчас сегодня будем разбирать это выбор товара точнее это я уже сказал то есть по обучению выбор товара продвижения а что нам дальше надо дальше у нас будут остальные части это продвижение отзывы закрытые категории лидируем торговой марки то есть по мере возможности по мере нашего увеличения опыта мы дополняем эти услуги мы дополняем не для того чтобы продавать курс и нам нужна услуга чтобы вам помочь а для того чтобы эта услуга работать начала а потом мы ее внесли вот я не знаю кто лучше нас это делает можете написать я таких не знаю по крайней мере кто дольше делает точно вопрос по обучению я так понимаю больше нет сейчас подтянется может что-нибудь может что-нибудь там еще кого-нибудь интересует может что-нибудь там еще так ладно я так понимаю по по курсам все понятно никаких таких каких-то нововведений нет все должно быть прозрачно следующий пункт следующий пункт у нас идет это продвижение по поводу продвижения что я хотел сказать мы назвали ураган небольшой степ еще раз повторяю но на самом деле не принципиально ну я не понимаю Леонид просто иногда не хочет чтобы вопрос слышали другие так мы и об этом говорим на групповых занятиях мы решаем вопросы массового характера чтобы не повторяться просто реально я общаюсь там где-нибудь большим количеством людей очень часто приходится повторяться вот уже как бы до этого общие собрания собраны чтобы закрыть в принципе эти вопросы и реально вот могу сказать по опыту у меня звонков стал я не знаю просто в разы меньше при гораздо большем количестве людей которых я сопровождаю звонков намного стало меньше во-первых те люди которые у нас в группах они получают контент предыдущих наших созвонов там очень много полезных видео мы как бы на этих созвонов групповых в первую очередь проводим микроурок какой-то ну какой микроурок на час например а то бывает и на два вот и потом еще обсуждаем какие у нас были вопросы бывает просто обсуждаем то есть по ситуации из-за этого информации достаточно контента достаточно постепенно он естественно копится из-за этого можно спокойно там посмотреть и уже эти глупые вопросы не задавать вот они не обязательно кстати глупые они просто бывают именно повторяющиеся то есть реально серьезные вопросы зачем по ним говорить а те вопросы которые касаются лично вас лично вашего товара тем более ну а зачем они говорить смысл никакого нет я вначале говорил сегодняшний вебинар именно о том что какие услуги мы предоставляем так ладно не будем отвлекаться идем дальше чтобы не задерживать никого по поводу урагана пакеты я сегодня буду менять у нас останется три пакета первый пакет это естественно высокочастотник 200 долларов есть здесь хотел сделать ремарк очень сложно понять что такое высокосредний и низкочастотник реально это очень сложно вот и прошу нас понять мы даем вот эти гарантии там сто процентов все остальное даже учитывать вот у меня я не знаю за этот месяц наверное было ну я не знаю ну блин если 12 слов 10 20 30 вот ну предположим даже 30 человек всего заказали услугу 300 ключей просто их даже проследить очень сложно вот пожалуйста потому что у нас у нас нет там какого-то я не знаю огромного механизма там количество людей всего остального пожалуйста проверяйте свои ключи контролируйте меня контролируйте я потому что в любом случае без вас деньги им не заплачу команде вот александра но в любом случае просто проверяйте чтобы не было никаких проблем вот если какие-то слова у вас не прошли пожалуйста давайте замену мы без проблем пропорционально денежки вернем если не сможем продвинуть бывает ультравысокочастотник ультравысокочастотник ну я не знаю там тоже опять нельзя вот так разделить между высокочастотниками ультравысокочастотник да какие-то слова мы просто делаем например для высокочастотник там я не знаю там определенное количество заходов Определённые полезные действия Для средних частотников Определённое количество заходов Определённые полезные действия И для низкочастотников то же самое И если при базовых действиях У нас одни слова вылетают без проблем Бывает там на первый, на второй день А при некоторых бывает там, я не знаю Две недели мы долгим и нет результата Вот как определяется Высокий, средний, низкочастотник Что мы определили, что он стоит 200 долларов Мы делали им две недели Две недели люди зарплату получают ежедневно Они не по изделищам И товары не проходят Ну мы естественно деньги вернём И мы ещё и на деньги попадём Это наша работа, как бы ничего из такого нет Вот из-за этого не обижайтесь Когда я говорю, что эти слова мы не берём Эти слова они низкочастотники И так далее, и так далее Потому что реально по работе накапливаем опыт Постепенно многие товары Непонятно То есть да, мы ориентируемся почему Средний продаж на первой странице Средний продаж на первых страниц Первая, вторая, третья, пятая и так далее Есть товары, которые регенерируют продажи на многих страниц Есть ключевые фразы, например Вот какой товар я на хендгрипп продаём Ну у него, ну я не знаю, может быть, к примеру Или чеснокодавилка У них нет вторых фраз, третьих фраз И все по этой фразе двигают Там может быть даже не сильные продажи быть Не сильные, но там реально там Гриндеры какие-нибудь там, я не знаю Там куча таких слов, которые Они вроде в фигня То есть посмотришь Merchant Word Там запрос, по некоторым запросам Которых нас просят там очень мало Не забывайте, Merchant Word сейчас Ну, это больше справочная информация То есть не надо на него полагаться Более для меня лично показать Средние продажи там за месяц Вот, но здесь тоже все относительно Из-за этого мы пытаемся Выполнить качественно, на 100% свою услугу Но просто поймите заведомо Что мы можем гарантировать Что мы будем работу делать качественно Стандартно, стабильно Но мы не сможем на 100% вводить товары Не забывайте, что это не значит Что взяли за работу Вы можете смотреть по сессиям В будущем я там с Сашем опять соберем Отдельный лайв И расскажем еще раз По поводу вот этого продвижения Я сейчас стараюсь наши услуги Скользко пробежать Вот И здесь много, много всяких Подводных камней вылазит И то, что наши товары Бывает, продвигаются хорошо Бывает плохо, по-всякому То есть ситуации разные Некоторым деньги возвращаем Вот, бывает такое То есть я, у меня есть возможность Продвинуть через других людей Без проблем все эти Высокочастотники Просто есть люди, которые Концентрируются Средоточены на высокочастотник Мы средоточены именно вот На товарах, которых Определенное количество усилий Надо потратить 200 долларов Определенное количество усилий 400 долларов То есть у нас останется Три пакета Это высокочастотники Так называемые, опять же Все относительно 200 долларов И два пакета Пакет это 12 среднечастотников Низкочастотников Как угодно назовите их И один высокочастотник Плюс 6 среднечастотника Низкочастотника То есть это 1 плюс 6 12 И один высокочастотник Все, мы уберем Среднечастотники Вот эти 5 штук Спрос на них небольшой Во-первых Во-вторых Нам тоже это Приняло решение Что Ну, невыгодно, грубо говоря Вот В принципе Если есть такие вопросы Про движение Давайте тоже 10 минут На это выделим По поводу обучения Последний Вот Смотрю вопрос Естественно По скайпу Естественно Удаленно А зачем нам вместе встречаться Если есть желание Если я Живу в вашем городе Без проблем Могу и Постречаться Но я думаю В этом смысла никакого нет Так, вопросы есть? Вопросы, вопросы, вопросы Так, видимо Вопросов и здесь нет Немножко еще подожду Назову тему Так, 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 так Видимо Всем все ясно Иначе двигаемся дальше Следующий пункт Это у нас все отзывы А, вот вопрос А, я забыл еще сказать По поводу продвижения Мы еще добавим Ну, точнее Там это и есть Это абонентская плата То есть Можно спокойно Удерживать свои позиции В течение Календарного месяца Я считаю Это нормальная альтернатива Любым другим способом Так что Имейте в виду Что такое продвижение? Продвижение Это Это относительно То есть Нельзя сказать Это просто Вас взяли Там, я не знаю С четвертой страницы Поставили В топ-10 В первой странице Кого-то топ-1 Кого-то топ-14 Там Ну, главное, чтобы на первую страницу Коротенькую вывели То есть Ну, желательно В топ-15 вывели Вот Не забывайте Если у вас не оптимизировались Если у вас нету Вообще понимания Как это все делается Не надо рассчитывать на индусов На ураган На что-либо другое Вот Из-за этого я конкретно Лично я Вот когда меня спрашивают А чем ты занимаешься? Я как раз оптимизацией занимаюсь То есть Мы берем Перетряхаем кейворды Перетряхаем тайтл Опять же Сделаем новый листинг Неважно Вам за 500 долларов Там Зонбласт Вам за 800 долларов Чем занимался Зонбласт? То же самое Анализ вашего листинга И анализ конкурентов Тем же самым мы занимаемся Тем же самым занимаются Люди, которые занимаются Пейпер кликом Все занимаются Одним и тем же Каждый подгоняет Листинг под себя Вот Из-за этого Листинг, который сделает Например Человек, который Подгоняет его Под пейпер клик Мне он вообще не подходит Из-за этого Вы должны определиться На какую лошадь поставите И с кем вы будете двигаться Вот И сколько вы времени дадите Сколько шансов дадите Грубо говоря Этой стратегии То есть Вы покупаете У любого специалиста Его личную стратегию Заведомо уточните Заведомо узнайте Как это будет выглядеть Сколько на это время надо Когда будет результат И не надо Вот этих вопросов О том Что сколько мой товар Будет держаться Он зависит Это только от вас зависит Это люди Выводят вас на первую страницу Это их работа Они вас выводят в трафик Они вам дают проходное место Где вас будет видеть Можно это сделать Через пейпер клик И дать большой бит И за какое-то время Вас также выведут Искусство на первую страницу Это абсолютно все то же самое Вот По тактике продвижения По тактике старта товара Это как раз Мы и занимаемся обучением Это чуть-чуть В первом вопросе По поводу продвижения Вот этого урагана Это именно касается Не важно Ураган Или Индусы это называется И смысл один Это просто вас выдвигают Там где есть проходняк Вас держат 10 дней Не больше Все остальное Зависит от вас Если ваш товар Два раза дороже Бестселлера Если ваш товар Ни о чем фотографии И вы думаете Что они крутые Я могу сказать За все время Сколько ко мне обращалось людей Сколько я видел товаров Хороших фотографий Не больше 10% Вот А все остальные Ну ни один человек Не предупредит Ну там я не знаю Процентов 20 Приходили 30 Ну 30 если так справедливо Приходили Которые рассказывали Что у них фотографии Не очень А остальная масса Считает Что когда они говорят Не очень Я слышу в их голосе Что они Считают Что у них неплохие фотографии А остальные вообще замечают Вот 10% Людей Которые на нам обращались Я смотрел Листинг Построение листинга Как это все сделано Я только единственное Их лично не рассматривал Потому что я смотрю По таблице Мне нужна таблица Мне нужны объективные показатели Мне нужны цифры Для меня листинг И фразы Это набор Это математика Это статистика Это Сколько грубо говоря Стоит каждая фраза И в зависимости от этого Я так ее располагаю Вот Из-за этого У каждого Своя таблица Каждый Ориентировался на свои цифры И таким образом Этим занимается Вот И Я не знаю Какой у вас листинг Может вы Вылазите Я не знаю По По мячику А он там Для собак Или для детей Или еще для чего-то И вообще там Не в теме Так скажем Вот Может быть Очень высокая конкуренция То есть Почему я очень долго Искал людей Которые будут делать 12 фраз Исключительно потому Что Моя тактика Продвижения Именно заключается В продвижении Средний низкочастотник Потому что там Легче закрепиться А если у меня там Будут отличные продажи Мне там легче закрепиться Это один Плюс А второй плюс Если у меня там Все будет нормально А тактика моя Заключается в том Что листинг мой Заточен по высокой частотнике А двигаю я Низкочастотники Естественно Они там тоже есть Вот И соответственно Очень бывает Цепляется И высокочастотник Заодно Вот Так что получается Такая вот история С тем что Удержаться Абонентская плата Все Других вариантов нет Ну вот В этом отношении Мой совет В любом случае Любому человеку Еще раз повторяю Это было Ответ В первом Моем Так скажем Обучение То есть Это вот обучение Здесь как раз Продвижение Продвижение заключается в том Что у вас должен быть Оптимизированный листинг Это Для меня Для меня кажется Цена Первостепенная Вот Ну еще раз говорю Это исключительно Моя стратегия Я не претендую И никого За уши туда не тяну Так У кого вопрос Те уже принимают В часть В обучении Видимо так Мой товар Поднял на первую страницу Ну понятно Он упал С нее есть Какие-то Какие-то варианты Продвижения С привлечением С стороны покупателей Вариантов много Но в любом случае Здесь мы все Это Основная Там Ну по крайней мере С кем я общаюсь Это 80-90% Мелкая мелочевка Вот Мы разговариваем О 100 килограммах О 200 Мы говорим там А почему нам транспорт Такие цены доставлять Да потому что мы мелочев Нас даже Американские власти не видят Потому что До 2500 оборот Возимых товаров Это просто ни о чем Для них Да для нас У нас там В наших странах На 2500 долларов В месяц Можно хорошо жить Ну неплохо по крайней мере Вот А там это ни о чем Просто ни о чем Вот Из-за этого Способов много Но начало Начните с внутреннего трафика Не надо ничего придумать Велосипед Внутренний трафик Он нормальный Индусы делают вам Один трафик Пейпер клик Вам делают Другой трафик Ну вот Органика Соответственно Все стремимся к органике Делай там Третий трафик Не знаю Вот Так что если есть вопросы Еще По поводу Любого способа продвижения Задавайте Видимо нет Я так понимаю Одна задача Это вывести Любой листинг На первую страницу Чтобы он там удержался Навсегда Такого не будет Так что Можно в принципе По этому поводу Больше Не распыляться Идем дальше Это у нас отзывы Отзывы Мы с Сергеем Многие его не знают Многие меня До сих пор Спрашивают про отзывы Вот пожалуйста SEO отзывы Нажмите сюда Кто не может Найти Сергея Вот Сергей Так что В фейсбук Он заходит Там раз в день Он не сидит Солными днями И не ждет Заказа на отзывы Еще раз говорю Это не бизнес Если вы относитесь Вот к этим всем вещам О чем я сейчас рассказываю Включить как к бизнесу Но это чуть не к нам Вот Здесь я считаю Это больше рассмотрим Как помощь И когда человека За 5 долларов требуют Как будто он там Я не знаю Должен Ну просто там Обязан вообще всем Ну Я так не работаю Я не считаю это так Вот Так что По поводу отзывов Система как была Так осталась Стоимость товара Плюс 6 долларов Плюс 6 процентов Вот Я не знаю Что еще принцип По отзывам говорить Потому что Для меня лично Отзывы с выкупом Это номер один В продвижении То есть Когда я заточил лисинг У меня есть фотограф Который мне делает У меня есть Лисинги Вы сами делаете Ценообразование Есть методика Логичная Я всю жизнь Продажами занимался Нормальная Чтобы получить Нормальную цену Чтобы мы дали Конкурентное Реальное предложение По поводу Ну так скажем Чтобы товар наш был актуален Там где мы будем находиться Вот И отзывы Это вот тот Основной Я просто хочу Сделать упор То это Что основной Катализатор Я бы назвал Который Нас начинает двигать В том направлении Которое мы хотим двигаться Вот То есть Мы указываем Амазонам Каким фразам Наш товар Продается Да Это временно И то же самое Это не Железобетонный Что вы куда-то выйдете Вот Из-за чего Я до этого и говорил Что моя стратегия Была именно Низкосреднечастотники Это именно раздача По этим низкосредним частотникам Я предпочитаю Их жирные Вот А не дохлые какие-нибудь Вот и все В среднем Около Ну Чаще всего Пяти раздач достаточно Вот А для того Чтобы получить Какой-то эффект По многим фразам Далеко не по всем Вот Так что в принципе Все Все отзывы Это естественно Отзывы с заданием Это Никаких суперерлов Динамических Никаких Мы не пользуемся Вообще уже сто лет Вот Исключительно Это номер страницы Где ваш товар находится Люди заходят Я всем Говорю Что пишите вопросы Вопросы сразу появляются Ну Как правило По статике У нас 90% Проходит всего Вопрос появляется Сразу на вашем товаре Отзывы появляются После того Как нас Амазон пришлет Человеку напоминалку О том что Не хотели бы вы написать Отзыв Только после этого Мы начинаем шевелиться Вот Система у нас Абсолютно секретная У нас все Заточено На Сергея Даже я товаров не знаю Вот И на его помощники Никаких у нас Нету Заходов Какие-то базы Что могут увидеть люди Как я уже рассказывал В предыдущих Своих лайвах О том что можно зайти Увидеть все Как сейчас человек Я не хочу рассказывать О своих товарах Там или еще Да вот Зайдите Есть варианты Зайти просто увидеть Все вообще товары Которые идут на обзор Вот Здесь абсолютно все секретно Мы не занимаемся Массовым Мы не занимаемся Каким-то Опять же Бизнесом Я не знаю Который поставит На какой-то мега поток Вот Может быть У нас с этим проблема Потому что мы реально Зашиваемся Потому что Сарафан и радио Работают лучше Всяких лозунгов Красивых видосов И Рассказов Про Там Бабушку Дедушку Там И кто кого лохматит Вот Результат работы Говорит сам за себя Просто вы должны понимать Как работать с этим А с этим работать Достаточно просто Есть человек Вы с ним созваниваете Переводите ему денежку И он делает вам выкупы Все Точнее не он делает А он уже У него есть база людей Которая постоянно меняется У нас К сожалению К счастью Не знаю С одной стороны Рандом Это хорошо С другой стороны Некоторых людей Просто Амазон не дает Постоянно делать отзывы Но Многие люди Просто пытаются Воспользоваться ситуацией Типа Когда им надо Они нам помогают Как только им уже Интерес пропал Они значит Отваливаются Но понимаете У вас один товар Если мы бизнес Рассматриваем с одним товаром То да Если рассматриваем Что это просто Настоящий бизнес А не перепродаж товаров То это неправильно Мы вам тоже В следующий раз Не поможем Я могу вам Честно сказать Я злопамятный Так Давайте по отзывам Если есть вопрос Не Ну секретно Сергей В любом случае Секретно Понятное дело Что товары Люди же видят И покупают Вот Много по отзывам Вопросов Есть нюансы Связаны с дорогими товарами Есть нюансы Связаны С Там Я не знаю С доставкой В другие страны Ну и так далее И так далее В любом случае Мы всех Приглашаем В нашу команду По обзорам Да Есть здесь свой плюс Я всем говорю Вы увидите товары Чужие товары Но вы увидите Исключительно Те товары Которые вам предоставляются То есть Это все равно Не такое большое количество Вы увидите Какие люди дают задания Что-то может быть новенькое Войдете в нашу команду Мы в любом случае Для своих Те, кто нам помогает И кто с нами работает Делаем привилегии У кого-то Может быть есть друзья Когда спрашивают Если у меня есть торговый аккаунт Есть аккаунт покупателя Если вы не злоупотребляете А мы стараемся Чтобы никто не злоупотреблял И десятками в день Мы товаров Никому не целаем Вот Мы Исключительно работаем То есть У нас главный девиз Это безопасность И результат Результат Это Продвижение Мне не нужны звездочки Звездочки Это я не знаю Там Отзначимость 30 Ну пускай Ладно Не буду занижать Пускай 40 Но 60% Это именно продвижение Когда я вижу люди Дайте мне там Мне нужны там 15 отзывов Человек вообще не понимает Чем он занимается То ли он Видео не смотрит Ничего не читает Ничем не интересуется Ему просто нужны отзывы Ну это Просто бред Вот это просто Такая первая ошибка Начинающего Человек тратит Те же самые деньги А получает там Я не знаю В 10 раз меньше Результат Тем более Я понимаю Раньше об этой информации Не было Никто этого не знал Теперь знает Сейчас такая ситуация По ebay Непонятно как продвигать Говорят что просто Достаточно Тупо в google Дать рекламу И все работает Как многие пытались Сделать с amazon Что не сработало Ни у кого Ну по крайней Я не знаю Тех у кого сработало Именно внешний трафик Про который вот Некоторые люди спрашивают А то что много нюансов Это однозначно Сергей Я не спорю Я из этого сегодня Никого не позвал Потому что мы Если каждому слово дать Потому что у нас Есть команда Реальная команда Не на словах А те люди Которых я не Не нанимал Не приглашал Не что-то там Замучивал Просто со временем Мы этим занимаемся Уже сколько времени Там прилично Со временем набралась Команда людей Которые карты Отвечают за свое дело Постепенно Очень медленно Ну как бы Результат есть Фотографии Ну ладно Переходим к следующим Это у нас Здесь фотографии Не указаны Фотографии у нас есть Человек который делает То же самое Это исключительно Вообще не рекламируют Фотографии Мы вообще этим Не занимаемся В массовом порядке У меня это самое Я видел Валентин вроде Это видео скидывал По поводу По поводу того Что он Он занимается фотографией Ну то есть До этого мы не рекламировали Время даже на это Человеку просто не хватает Время Мы в основном делаем Именно фотографии Для тех Кого там Обучаем Помогаем Консультируем Потому что реально Просто Нет У нас нет массового потока У нас ручная сборка Я по другому сказать не могу Фотографии Значит это в основном Именно здесь Даже не указано Потому что Это мы В первую очередь Для своих Это делаем Потому что Это очень много Время на это тратится Я не могу сказать Что в будущем Мы будем закрывать Эти услуги Опять же Для той Своей закрытой группы Это не планируется Почему Объясню сразу Потому что Как правильно сказать Это можно спокойно Делать в массовом порядке И я не собираюсь Идти путем Вот закрытой группы Мне это Я считаю это неправильно Вот Кто хотел Получил обучение Там есть свои плюшки Свои преимущества И свой какой-то Дополнительный контент И дополнительные Возможности Но не более того Пока мы в этом направлении Не планируем Я думаю Не будем двигаться никогда Так Следующий И последний На данный момент Что мы делаем В массовом порядке Открываем Закрытой категории Так же Как и с отзывами С Сергеем Мы начинали Потому что Нам просто нужны были отзывы Сначала мы хотели Просто взять товары Бесплатно В Америке И посмотреть Как это работает И получилось Что 3 октября Закрыли отзывы По купонам Потом закрыли По нормальному Купоны Без процентов Без суммах Скидки Стало только в процентах И вот эти проблемы Перешли как раз к отзыву То же самое Что и с категорией Мы в декабре месяце Везли много категорий Из бьюти Из здоровья товаров И в январе Когда мы заказали Абсолютно все Вот кого мы знали И я много людей знаю Кого мне советовали Все до одного Отказали В январе месяце Открыть нам категорию Мы с Никитой Очень долго искали И одновременно В принципе нашли Опять же добрые люди Подсказали Не то что мы там Нашли Или сами сделали Варианты Вот Механика Стала понятна Пока мы на поток Это тоже ставить не можем У нас уже Запарка Вообще Пипец Перед людьми Неудобно Потому что Когда мы первые товары брали Нам открывали За 2-3 дня Вот Себе открывали За несколько дней Потом постепенно Чем больше становилось людей Тем у нас Происходило Увеличение Сейчас у нас На данный момент От 3 недель Вообще Открытие категории То есть 3 это вообще По минимуму А то и до месяца Уже доходит То есть есть люди Которые больше 3 недель Ждут результаты Я могу сказать Что всем до одного Открыли Это не просто так Знаете Я тут сижу и рассказываю О том Что мы там Кому-то делаем Насколько я знаю Всем до одного Открыли Но не с первой попытки То есть Бывает что И не с первой попытки Открывают То есть В основном Вот около 2-3 недель Это прям по минимуму И 1-2 попытки Вот Потому что Также Подали заявление Не получилось Еще раз То есть Это очень Занимает много времени Чем больше людей становится Мы на данный момент Не принимаем вообще Заявки То есть Я Как будет Возможность Я наверное В группе отпишусь То есть На данный момент У нас эта Возможность Тоже Закрыта Потому что Просто не справляемся И это не то Что у нас там поток Например Там я не знаю Даже десятков Ну там может Там пару десятков людей У нас есть И все Не более Просто это очень длительный процесс От который От нас никак не зависит Это Подача документов Это Там Переписка И так далее И так далее Доступ к аккаунту Ну то есть Там Даже доступ к аккаунту Нужен Когда открывает Категория Но он такой Как это сказать Управленческий То есть Они там Сделать ничего не могут Вот В принципе Напишите Какие Вопросы есть По Таким Нашим Основным Услугам Которым Мы занимаемся Я рассказал Вот Самое Основное Связывающее Так скажем Это Бетон Так скажем Там Я не знаю Раствор Это именно Обучение Потому что Когда Человек То есть Мы сначала Сделали все эти Услуги До одной По большому счету А потом Запустили Обучение Вот То есть У нас такая Стория У основной Массы Видимо Наоборот То есть Сначала Было Обучение Там Какое-то Вот А потом Пошли Услуги У нас Получилось Это наоборот Потому что Мы как раз По необходимости Эти Возможности И брали Потом Когда начали Из-за этого Уже начали Это связывать Потому что Люди Как раз И спрашивают А как Вот это А как Вот А как Все Сложить Воедино То есть Весь смысл В обучении Исключительно Это сложить Воедино И Кто-то Много звонит Кто-то Мало звонит Ну Я не знаю Я всегда На связи Вот у меня Недели не было Почти Так что В любом случае Наверстаю А так Я думаю Никаких проблем У нас с этим Не будет И Любые вопросы Какие надо закрывать Мы закрываем Из-за этого Я специально Ограничиваю По времени Потому что Бесконечно Я просто То есть Получается Количество людей Увеличивается Я просто Не справляюсь Вот И обучение Как раз И склеивает То есть Выбрали товар Есть Какой-то контент От которого Оттолкнулись Есть понимание Должно быть Самое главное Должно быть понимание Вся эта механика Как она работает После того Как выбрали товар В принципе Можно нас нанимать Можно не нанимать Мы даем посредников Их много Я стараюсь сейчас Разных людей подтягивать Не только своих друзей Теперь уже приходится Приглашать людей Знакомиться с людьми Которые занимаются Примерными вещами Вот Анонс Мне сейчас скинули Резюме человека То есть Мы как планировали В четверг Это будет у нас Встреча На На Эльбе С юристом На английском языке Опять Потом я планирую На следующей неделе Уже аналог На русском языке Ну посмотрим Как я договорюсь Вот Будет чем сравнить Будут какие-то вопросы Будет очень интересно Я думаю Это будут Надеюсь Патенты Надеюсь Тоже регистрация Торговых марк И всего остального То здесь уже Надо смотреть Ох Кстати Про регистрацию Торговых марк Еще не рассказал Вылетел из главы Непопулярная у нас На данный момент Услуга Пока Непопулярная Все со временем Отзывы у нас тоже Раньше Не так популярны были Торговые марки Просто у нас Не так много людей Которые Еще доросли До этого Просто-напросто Вот Так что Чтобы себя Обезопасить И в первую очередь Если у вас есть Уже продаваемый товар Который он приносит доход Об этом надо задуматься И торговая марка Это настоящая торговая марка Которая котируется В Америке То есть Которую вы гипотетически Можете продать Будем конечно Все в кавычках Но Многие на это упоры делают Заработать в долларах Можно продать бизнес И так далее Как бы Тоже об этом скажу Потому что Это торговая марка Просто зарегистрированная В Америке Которая Если вы в нее Вложите И вы сможете Как-то ее Развить Это ваш капитал Вот Так что В четверг будет Я думаю Очень интересно Мне в принципе С Рафаэлем понравился Много он Интересных вопросов Рассказал У меня Потому что Все мои знакомые Это посредники Они Не являются форвардами У них у каждого Есть свой партнер Форвард Вот А это напрямую Форвардер Буду постепенно Привлекать других людей Предлагайте Рубик мне например Троих людей Посоветовал Один человек Можно сказать Я так понимаю Сегодня который должен был Поучаствовать Можно сказать Отказался Ну Из троих Два человека Поучаствуем Думаю Будет интересно Так что У кого есть Какие-то предложения Обращайтесь тоже Ко мне в личку Думаю Всем будет полезно Формат наш Это максимум Ключи знаний Так Вопросы Жду вопросов По категориям Рассказал Анонс на четверг Сделал Сейчас я анонс Выложу В принципе Пока все молчат Так Выкладываем Так Это у нас будет Событие Мероприятие Так что думаю Будет полезная информация Не хочет разводить воду Не хочется заниматься Тупой рекламой Вот В этот раз У меня не получилось К сожалению Как я планировал Но Потому что я В принципе Один этим занимаюсь У людей По возможности Мне помогают Не всегда получается Все В принципе Вот Создаю мероприятие Так У матроса нет вопросов Сейчас смотрим 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 Может какие-нибудь вопросы есть не по теме? Ну просто в день как минимум человек по 10 по разным услугам задает вопросы Ну вот, а сегодня что-то как-то все по-скромному Ну тогда жду 5 минут и сегодня закругляюсь Ну раздача такая вещь, это просто если вы на старте Естественно старт, естественно оптимизированный листинг, естественно запись-то будет Вот, но хотелось бы вопросы, а не просто монолог Потому что монолог я могу на ютюбе написать и подготовиться лучше Ну хотелось бы здесь именно вживую общаться Так, значит по поводу как правильно делать раздач Первое, правильно делать задание Посоветуйте Сергею, Сергей вам подскажет Я уже по этому поводу говорил Это вопросы, на которые хотели бы вы сами лично ответить И посмотрели у конкурентов Это естественно отзыв на товар, отзыв на продавца Для дропшипера в первую очередь это отзыв на продавца Для приватлейбла это отзыв на товар То есть все стандартно Когда их делать, это естественно желательно на старте Это будет у вас буст амазоновский Микробуст, который вы создадите и направите Амазон На движок Амазона, чтобы он понимал откуда идет трафик продаж вашего товара Куда вас надо выдвигать Но бывает ситуация, когда мы реанимируем товары, которые надо распродать И бывает, что через жирные низкочастотники идут стабильные 1, 2, 3 продажи У меня даже есть люди, которые решили оставить свой товар и продолжать с ним дальше торговать Все по-разному Проблема одна Не то, что мы такие красавцы А то, что многих товаров просто нет перспективы А продажи даже идут Органику Увидели, все пошло Но проблема в том, что основная масса неправильно выбирает товар Многие на этом экономят Многие считают Особенно так как у нас в интернете очень много информации противоречивой Реально, я не знаю, сложится Воедино какую-то мозаику, мне кажется, достаточно сложную И с кем я не общаюсь Недопонимания очень много По поводу маржи, в первую очередь Я что-то нигде вообще про это не слышу У иностранцев, да, там Англоязычные Все про маржу говорят У нас почему-то в интернете об этом вообще разговора нет У нас про органику Органика, SEO У нас очень любят пейперкликом Про него разговаривают Я вот за последнее время определил для себя стратегию И для старта для любого товара Вот, я и чисто двигаюсь Вот, из-за этого У каждого, у каждого свои стратегии, которые дают результат К каждому товару, опять же, разная история Раздать 100 долларов и там 200 долларов и товар не так просто Естественно, там надо больше упор на пейперклик делать Но если Есть спокойная раздача Мне пейперклик не нужен на старте Это просто трата денег лично для меня Вот, но это опять личное дело каждого Просто ваша задача определиться, на какую лошадь поставить Какой стратегии воспользоваться Привет, Валентин Нет, что такое 15 отзывов? У нас есть Супер устаревшие И на тот момент, когда издаваемые Представления о 15 отзывах Я думаю, все эти видео видели Они тогда были ни о чем Сейчас это вообще просто ни о чем Вот, когда набрать какое-то количество отзывов И запустить автомат Я могу сразу сказать, что это просто утопия Вот и все А про отзывы, раздачу отзывов Я говорю, что там звездочки не самое главное А не то, что там 15 или 150 Чем больше, тем лучше в любом случае Они и так приходят Самое главное технично правильно разложить свой листинг И с минимальными затратами получить максимальный результат Если ваш листинг написал вам какой-то индус Которого даже ТЗ нормально не дали Сделать, он вам даст там Я не помню, сколько они там Семь кто-то ключей даст Кто-то больше Кто-то там Я просто реально Общаясь со многими людьми Я просто обалдеваю, какие они листинги пишут Кто-то на буллеты упор делает Ну просто, ё-моё То есть вы можете заплатить бабки Абсолютно вообще Ну в любом случае То есть все листинги, которые ко мне приходят Мы в любом случае их переделываем вручную сами Вот и все То есть вы можете тратить деньги Можете не тратить ни копейки Моей задачи такой нет Хотя я спокойно могу это, естественно, отдать на аутсорс Грубо говоря Кто-то это будет делать по моей указке Но мне кажется, вы же приходите учиться Вот и в будущем вы будете экономить свое время И будете нанимать людей, которые вам это будут делать Но вы должны правильно сформулировать свою мысль и задачу И сделать нормальное тезо, так скажем Вот, ну еще раз говорю В идеале Те люди, которые вам делают анализ конкурентов Анализ вашего товара Должны его и продвигать А так получается, блин Одни пишут что-то непонятное Другие продвигают что-то непонятное А потом спрашивают А почему у меня товар не держится? Ну вот, потому что еще его и выбрали неправильно А почему некоторые говорят Вот здесь, вот так, вот здесь Ну еще раз говорю Все это статистика Чем больше людей прошло Видимо, кто-то есть удачные видео Неудачные запуски Вопрос Благодаря или вопреки чему-либо Я не знаю Я советую Консультирую Исключительно Как я это вижу С минимальными затратами С минимальными затратами Временными и материальными Чтобы получить максимальный результат Но многие ставят такие задачи Которые, в принципе Я не знаю, как их делать То есть Определились на определенном товаре Вокруг него Прыгают, скачут То есть Ну сложно просто сказать Я не знаю Сложно подсказать Нет, я немецкий Я Еще раз говорю Я английский, в принципе, не знаю На самом деле Вот Я просто объясняю Методологию Как это сделать И все Методику Вот А найти потом человека Который вам перепишет На немецкий Мне кажется Проблем-то особо никаких нет Дело не в знании языка Для меня лично Вот Я вот про эти тексты Продаваемые тексты Про вот это вот Знаете, маркетологи Маркетаны Как их по-другому назвать Что они Там, я не знаю Зарплаты получают больше Чем какие-нибудь физики Ядерщики Вот это для меня загадка Вот И просто грамотно себя продать Красиво сделать Ну и реально Основная масса листингов Это просто ни о чем Они могут быть красивые Они могут быть какие-то там Я не знаю Завлекающие Но на данный момент Листинг У нас есть два момента Первый момент это SEO Это Я так понимаю Алгоритм Механика Движок Амазона Который Наш товар видит По этим словам Ключам И второе Это уже покупатель Соответственно Вы на каких-то стадиях Больше упора делаете Или на робота Или на человека Вначале Естественно на робота Робот В первую очередь Кейворда Текст На человека Когда ваш товар Уже продается Когда он уже в трафике То есть Вам надо удержаться За счет кейворда А текст все-таки Сделать больше Так скажем Вменяемый А не когда у нас Там миллион набор символов И все остальное Вот и все Может быть Что-то мы не знаем Что-то как-то там И так далее И так далее Но из серии Когда там Разговор идет о кейвордах Как их больше засунуть Я стремлюсь И как бы меньше сделать Я например Не знаю как у вас Я много товара видел Больше тридцати По моему Я не видел ни разу Чтобы у человека Индексировалось слов Я естественно Это не искал И чемпионов не делал Но вот так В среднем я I'm the one Смотришь у людей И там реально Тридцать ключей Вообще чемпиона Ну пускай даже пятьдесят Пятьдесят Пускай у нас там Я не знаю сколько Ну Три слова По десять Тридцать То есть это Сами представьте Это что же за ключи Такие По три слова По десять букв в среднем Пускай Тридцать символов Умножить на пятьдесят Полторы тысячи Ну плюс там Пробелы Так скажем Там тысяч шестьсот То есть Пятьдесят фраз А можно брать Там типа Количеством То есть Некачественным Количеством Я заточен на качестве Вот Я определился по фразам Я их все прописал А когда у меня уже Все это есть Я дам тому же индусу Там немцу Или кому угодно И чтобы он сделал Потому что Человек Найти Носители языка Гораздо проще Чтобы он как Три пятнадцать Там собрал Из вот этих вот Фраз Слово Тайтл Тот же самый Да никаких проблем Особых нет Вот А вот сделать именно SEO заточенное Это достаточно сложно Но для этого Нужен опять же Нужен софт То есть Каким софтом Будет использоваться Я для Германии Не знаю софта И за это Мне сложно сказать Но по ключам Американским Можно сделать Потому что В любом случае В основном Как я себе вижу Все люди просто делают Базу американскую И все А потом Корректировки Но корректировки Такой По секрету Вам скажу Всем Ну просто Тайтла Посмотрите Вот по секрету Там Я не знаю Основная масса Высокочастотник Вы оттуда заберете Кто еще до сих пор До кого не дошло Ну вот и все То есть Никаких особых проблем нет Ну вот Так что 15 или 25 Чем больше их Тем лучше Этих звездочек И отзывов В любом случае Но это не сумацель Мне наплевать 15 их Или 13 Или 17 Потому что Я их раздаю Именно для того Чтобы продвигать А количество их Будет зависеть Только от бюджета Человек И от наших возможностей То есть на данный момент Мы с Сергеем Больше там 30 отзывов Затрудним Ну трудно Достаточно сделать 50 это просто Потолок И то Практически Недостижимо Если регистрация Приват лейбл Намазывание Будет с Доменом Американским Дюс Будет ли этот Домен Корректен При регистрации В дальнейшей Торговой марке В США Спрашиваю Потому что Домен ком Уже занят Или домен С расширением ком Не имеет значения Да это не имеет значения Так что Голоси не сбивайте Вообще Юз ком Нормально В любом случае Вы будете Торговую марку В США Регистрировать Вот Естественно Я не юрист Естественно Я вас перенаправлю Просто человек Который этим занимается Вот И вы уже там Все это уточните А на самом деле Даже бренд регистри Который мы делаем Еще осенью Очень было Ну то есть Было проблематично Мой товарищ Фотограф Валентин Он вообще Привязывал Даже на сайт Помимо Амазоновской кнопки Еще Paypal Насколько я помню А сейчас Все кому не лень Там Делают Без проблем Вот Вообще без проблем А бренд регистр Насколько я понимаю Раньше почта Нужна была фирменная Обязательно Мы там Yahoo Специально делали Чтобы сделать Почту Не там Не Gmail Не Yahoo А именно там Нашего бренда Точка ком Вот Сейчас там Обычную почту Подтягивает И все Если у вас На этих реквизитах Несколько брендов То же самое То есть Никаких особых сложностей Нет там Орг Даже ставят То есть Уж не знаю Там Ру Сейчас идет Не идет РФ то я думаю Точно не пойдет А Юз то отличный Вообще домен Для США Естественно Домен Юз Отличный Если вы В Европе Будете регистрироваться Там Доменов Больше И Англия Германия И Италия Франция Ну у всех Свои домен И когда вы Любой человек Придумывает бренд Да сразу Покупайте домен Вот Имейте ввиду Это косвенный Показатель того Что такого бренда Нет в принципе Вот И просто будет Будущим проще И он Насколько я понимаю Не так дорого стоит Бренд регистри Многие спрашивают Как делать Ну Раньше Вордпресс Наверное Сейчас Мне нравится Сам не делал еще Но многие Говорят что Ну даже Ру проходит Так что вообще Это Ру Я думаю Те попробовали У которых просто были сайты Уже На Ру Ну вот Так что добавляйте Да и все Ну я говорю Сейчас просто Нивелировалась значимость Бренд регистра Она превратилась Просто в ничто Практически То есть преимущество От бренд регистра Осталось Только что вы Листинг можете сделать И то иногда бывает Что какие-то проблемы Возникают с этим То есть это Тайтл передел Там и так далее Если у вас нет бренд регистра Надо просто через чат Поддержки это делать Вообще никаких проблем нет Вот Ну у меня по крайней мере Не было А Еще нам Бренд регистра Еще дает возможность Мануфактурной коды То есть от Юпиа Суете Вот А все остальное Прилипало И все вот эти вот Негодяи Наши Нелюбимые Дропшиперы Вот Они нам как бы Ну никак не помогают Бренд регистра Какие еще вопросы Ну вот Я из-за этого говорю Сейчас просто Настолько проще Это стало Раньше Когда мне человек Рассказывал Меньше чем год назад Март месяц Насколько я помню Или апрель Человека забанили За то Что он учился Ему не советовали То есть Те люди Которые обучали Не знали Что такое вообще существует То есть это вот Я не знаю Там март Февраль Не помню Вот То есть Около года назад Год назад пускай То есть Даже о бренд регистра Не слышали А сейчас бренд регистра Вообще ни о чем То есть Его что делай Что не делай По большому счету Погода не делает Если у вас там Нет отвращения К Юпесовским кодам А вот Осенью Очень сильно Хорошо работал То есть Можно было Пожаловаться И прилипал Всех Откидывали Но это вот Мне кажется Это гайки Амазон постоянно Закручивает Откручивает Вот они подкрутили По поводу Крутых брендов Что Дропшиперам нельзя Крепиться И вот Многих сейчас Особенно там Декабрь Для ноябрь Банили Вот То они Расслабили Для дропшиперов Оставили Вот эту Лазейку Торговать По нашим товарам По убогим Так скажем У которых Нет настоящих брендов Это кто История Что Даже по поводу Обучения Нужно сообществу Хорошее Вот наше сообщество Как раз Хотел тоже сказать Обращайтесь В любом случае Многим Мне кажется Помогаем Вот недавно У нас ситуация была С обучением Возвратом денег Так что Имейте ввиду Честно могу сказать Это еще было Не конкретно По этим курсам А вообще В принципе Я со многими людьми Общался И многие просто Реально Не хотели Боялись Чего-то Не знаю вообще Чего Того Что у нас Или деньги им не вернут Или еще что-то Вот Я конечно не могу сказать Что сейчас обращать Все ко мне И мне это Во-первых Мне на это время нет Вот И по конкретно Той ситуации Просто случайно В интернете увидел Вот Решил помочь Вот И чтобы другие Не сперлись Так скажем Ну потом Как-то все Закрутилось Завертелось Вот Не было задачи Кого-то там Оскорблять Или Что-то там делать Но хотел продать Информацию Для размышления Вот Ну и получился Половительный результат Нет Я могу сказать одно Я 20-23 доллара Во-первых Выбор товара И маржа Очень многие Не понимают Да Можно сказать Там Две цены Три цены Там Некоторые считают Там Маржинальность Там 30% 50% Я не знаю Где-то В каких школах Людей учили Этому Вот Я это не могу Понять Наверное Я что-то Недопонимаю Я понимаю На вложенные деньги То есть Я вложил доллар Я с него заработаю Чистыми 2 доллара Значит Я заработал 100% Дохода Это первое Второе Когда вы выбираете товар Мы говорим Про маржу То есть Я всегда говорю Для меня очень важна Емкость ниши Сейчас еще туда Помечаю Надо понимать Сколько у вас денег И в какую нишу лезть Если вы заходите Смотрит там 100 продаж в день В среднем На первой странице И у вас там 5000 долларов Там вам делать нечего Ну просто у вас Товарных остатков Таких не будет А после Аутовстока Вас поднимать Будет еще сложнее Чем стартовать Вот Так что надо Свои силы понимать И там уже идти Не с 300 штуками 500 А с 3 тысячами 5 тысячами Это только для старта Вот Где там хорошие Такие бешеные продажи Вот А второй момент Это у нас Сезонный тренд Это опять же В картоваре Сверх-вниз Это мы говорим Не про сезон товара А про обычный товар И третье Это маржинальность Но маржинальность Имейте в виду Для меня Что хороший товар Тот который При Демпинге В нашей Ценовом диапазоне Мы будем Самое давать Выгодное предложение С любыми Плюшками Не важно Коробки Упаковки Пакетики Там Или что угодно У нас Будет Самое выгодное Ценовое предложение И мы будем иметь Одну цену Ну то есть Навложен доллар Еще доллар Заработка То есть Мы с доллара Заработаем два При демпинге Это норма Раньше я говорил Надо Два доллара Зарабатывать Чтобы у нас При вложенном долларе Три мы зарабатывали И два чистыми Сейчас говорю Один доллар Один и два То есть Вот в этом диапазоне Потому что Реально найти Никто не может Конкуренция растет На Амазоне Особенно По недорогим товарам Вот эти Ценовый диапазон Десять Тире тридцать долларов В продаже Я имею ввиду Вот Очень сложно Ну и в закупке Там От доллара Да там Пятнадцати До двадцати долларов Вот Очень сложно Найти такую маржинальность И чем дальше Тем меньше Да Есть там Всякие Товары Я не знаю Вспышка Вот Но если ты Профукал вспышку По другому Говорить не буду Вот Там Делать уже нечего Мне кажется Хотя многие До сих пор В эти товары Еще идут Маржа там будет Падать катастрофически Тот же Фиджит Кап Посмотрите Там С Китая Там Я не знаю С Америки Даже дешевле Там доллара Некоторые пытаются Поставлять Вот А Праймовский товар Там Грубо говоря По пятнадцать Продается Ну не знаю Вот Своя специфика Это именно товары Такие вот Вау там Я не знаю Как их назвать Вот Но в любом случае А все остальные Обычные товары Которые мы хотели бы торговать Которые постоянного спроса Повседневного спроса На них Вообще Это маржа При демпинге А Одна наценка Это вообще круто Вот Тому что у нас будет Когда мы все сделаем Почему мы в начале демпингуем Мы убиваем Букзайкс Мы даем классное предложение И Мы даем еще В придачу Возможность Платить меньше ФИ Сами себе Вот Мы не демпингуем Мы не влатим Там Дешевле всех Там есть нюансы Это не просто так То есть Именно ценовой диапазон Потому что У каждого товара Есть Один и тот же товар Один и тот же запрос А цена на него разная И на этом мы должны Адекватно оценить Свой товар С кем мы конкурируем Вот И соответственно Надо быть перспективой В будущем Зарабатывать уже На вложенный доллар Полтора Тире два доллара Это нормально У основной массы Когда мы стартовали Нам об этом не рассказывали И мне об этом не рассказывали При демпинге Я зарабатывал в доллар Всего Не Так скажем Не сложный в доллар Доллар А сложного доллара Я зарабатывал Где-то 15 центов Это при демпинге И причем Я не был самым дешевым Все равно То есть у меня не было Самое выгодное предложение То есть в принципе При демпинге Я бы ничего не зарабатывал Вот При нормальной Конкурентной цене Я зарабатывал При вложенном долларе Чуть меньше доллара Ну вот и все Вот в принципе Ориентируйтесь на эти цифры Это нормальная маржинальность Но здесь надо И для страны Потому что Очень многие ошибаются И неправильно Оценивают свой товар Денис будет делать Отзывы через вас 20 Что каждый Лучше А какой лучший расклад Сначала сделать отзывы И потом включить Amazon рекламу Или как вы лучше считаете И какие дальнейшие действия Товар только стартовал Спасибо Ну Я пейперклик вообще на старте Не запускаю больше вообще Только для очень дорогих товаров Вот То есть если вам такой ответ Устраивает В принципе Скайп мы есть Звоните Пообщаемся Ну Здесь вот так Однозначно У вас должен быть Классный листинг Опять же Ценовое предложение Хорошее Потом После этого Мы начинаем Раздачу По определенным ключам Надо эти ключи знать Надо иметь Эту таблицу Это не просто так Знаете Я из тайтла Выдернул ключ И его двигаю Абсолютно не так Ничего сложного Здесь тоже нет Просто это Рутинная работа В которой вы Во-первых Разберетесь В своем товаре С конкурентами Вот И много-много чего другого Сейчас на данный момент Я очень много чего Упростил в этой схеме Потому что Было много задумок Но они как бы отвалились Потому что Из серии 20 на 80 20% усилий наших Дает 80% результата Вот Я не стараюсь Людей там Загрузить по полной программе Но в любом случае Есть там на чем подумать И многие действительно Копают дальше и глубже Вот Плюс помимо сервисов Из-за этого у вас Все очень просто Если я Говорю о продвижении Это Оптимальный листинг Который надо Чтобы был проверенный Классная цена Классные фото Мы начинаем запуск Сергей делает Раздачу По определенным фразам Когда мы наберем Хотя бы больше 10 Отзывов Мы начинаем Уже дальше смотреть Куда мы двигаемся Предположим У нас бюджет 20 То есть мы с вами Начинаем где-то От 15 отзывов Когда у вас Уже звездочки пришли Вы видите Вы все товары Раздали И смотрим по этим фразам Куда мы продвинуться Зацепились мы за органику Или нет Но нас очень многие Цепляются Очень многие Я не знаю Сейчас ролик смотрят Я бы Было признательно Кто бы плюс поставил И человек Вам может обратиться Узнать Я не знаю Это все хорошо работает Даже у товаров Которые без старта Вы не забывайте Старт Это ваша фора Вот Вы ее Если пропустите На начальном этапе Неправильно Какие-то действия Сделать Вам потом будет Сложнее Дороже Все это Повторять Вот И Если зацепился органик Одна история Если не зацепился органик Другая история Если у вас бюджет Маленький Большой Все от этого Зависит Если Если мы берем Сейчас на данный момент К примеру Товары мы закупили С затратами Там Две тысячи долларов Мы потратили Для меня лично Для меня лично Как вот Затраты распределяются Это где-то около Тысячи долларов На обучение уйдет Вот Так вот Если по нормальному И где-то около Полутора тысяч Должно у вас На продвижении быть И еще две тысячи На товар То есть вот Если так вот По нормальному Вот Пускай бы Обучение откинули Вообще То есть соответственно У вас остается Две тысячи на товар Который вы привезли С затратами доставки Минимум Тысячи долларов У вас должно быть На продвижение Это просто минимум Вообще Вот И после раздачи Я запускаю Именно индус Именно низкочастотники То есть вот Два варианта Это Или 12 фраз Или 6 плюс 1 Вот И это все зависит Исключительно от того Как у нас сам товар Про себя продвинулся А это в свою очередь Зависит Насколько вы классно Выбрали товар Насколько классно Вы Сделали ценовое предложение Вообще Его просто Преподнесли Как Именно продукт То есть Это Имеет значение Вот и все То есть на данный момент Моя такая стратегия Пейперклик я запускать Планирую только Ну Я не знаю Третья поставка Четвертая Не раньше Мне неинтересен Набор статистики За деньги Ну Моя стратегия Для новичка Для человека Который вкладывает Небольшие деньги Мне неинтересен Пейперклик Не ждите От пейперклика Генерации продаж Да Вам будут рассказывать Именно о сборе статистики Ну я не знаю Я может этот товар Вот сейчас У меня просто огромное количество Людей Которым я реанимирую товар Чтобы слить То есть ко мне люди обращаются Просто Чтобы его слить Чтобы вернуть Хотя бы там 50% 40% Вот чтобы запустить следующий товар Потому что они уже нахлебались Они уже в этом разобрались Все понятно Хоть какие-то деньги вернуть И заново запускаться Все Чтобы за склады не платить И все остальное И за это на старте Когда вы не понимаете вообще Что у вас товаром этим будет У вас там всего там 300 там Я не знаю 500 единиц Смысл Запускать пейперклик С трех отзывов С пяти С пятнадцати Вот И разговор там Несколько вариантов Там Автомат у вас будет набирать Статистику Этот Как его звать Этот Грубо говоря Как они уже Из головы вылезли Ну смысл такой Что Автомат нас набирает Именно те ключи По которым будут продаваться Ну я вот продвину С 20 раздач Скорее всего Три фразы Три или четыре Еще 12 продвину Низкочастотник То есть у меня получится 16 фраз Ну блин Достаточно много Мягко говоря Чтобы промахнуться Это надо Как же бездарно К этому подойти вообще Чтобы просто все промахнуть Да Можно пейперклик В день по 20 баксов Тратить 7-10 дней Собирать статистику Она еще запоздает На три дня И потом Ну я могу сказать Классные товары Которые продаются У них всегда все хорошо А которые плохо продаются За счет пейперклика Вы его не вытянете И у вас Вот у меня были товары У людей Просто Которые плевались потом Столько денег Они потратили И в конечном итоге Эта статистика Ни к чему не привела Они просто его сливают И ищут новый товар Вот Для меня У меня пейперклик Это классный Дополнительный инструмент Именно для увеличения продаж Когда у вас есть 10 Чтобы было 20 Когда у вас есть 20 Чтобы было 40 Ну и так далее То есть Когда вы уже начинаете Зарабатывать на этом товаре Нужно делать трейдмарку То есть Регистрировать торговую марку в США Надо запускать пейперклик Но это моя на данный момент Стратегия Исходя из того опыта Который вот сейчас у меня Вышел Вот То есть Вот по людям Которые во-первых Многие Не зашел товар Он зашел После Нового года встал Он продавался Перестал продаваться То есть Это не просто так вот Дураки какие-то Купили товар плохой Это нормальные люди Которые Неплохие бабки Заработали на самом деле Вот Но постепенно товар Актуально свой потерял Не надо ориентироваться На товар Который будет вечным Просто перестал продаваться Товар и все Постепенно Доход упал Моржа упала Обороты упались То есть Пришла какая-то новая модель Много нюансов Вот И мы видим Что просто Зачем были эти Вложены были деньги На старте На пейпер клик Там 500-1000 долларов Вообще просто непонятно Вот Когда можно было Спокойно раздать Запустить индусов Закрепиться на этих позициях А можно же спокойно Еще абонентку заплатить То есть Вы будете держаться На первой странице Как минимум По 12 ключам Месяц Вы потратите Всего 400 Плюс 400 800 долларов На пейпер клик Вы потратите Не меньше Вот Из-за этого тут Стратегия Выбирайте Каждой своей стратегии Из-за этого Это нормально Я не говорю Что моя стратегия Самая лучшая Это я говорю Просто как я делаю И все Но очень правильно Надо выбрать фразы Очень надо правильно Заточить листинг И чтобы у вас фото Цена Были Крутыми Это точно Еще вопросы Есть Как обычно Побыстрее не получается Полтора часа Практически Давно я просто На вопросы Не отвечал Ни на какие Хотел еще Рассказать про Интересные программы Которыми Мы пользуемся То есть Я за то Чтобы минимизировать Все вот эти вещи То есть Это Merchantwork Amz1 Если нужна Рефералка Обращайтесь Вот По рефералке Amz1 Вы получаете Просто следующий тариф То есть Получаете Там На тариф выше Потом Что еще Amz1 Я пользуюсь Потому что Смешер вообще умер Вот Ну кому надо Обращайтесь Помогу вам Получить Скидку Разработчиков Сейчас Хочу уточнить По другой программе Что там будет Вот Ну по поиску товара Я просто ищу У меня своя методология И за это мне В принципе Автоматы не нужны И мы заказали Программу тоже Именно софт Который Нам По определенным Показательным ищет То есть Я в принципе Затрудняюсь Что-либо сказать Вот Что еще там Интересного Ну а все остальное Это уже Это уже дальше То есть Здесь разговор Именно о начале То есть Никаких особых Дополнительных затрат Нет Merchant War Amz1 В принципе Я на данный момент Больше ничем Не пользуюсь Amz1 платный Merchant War Платный Там есть скидки Там Я не знаю За 2 копейки Можно воспользоваться 70% скидка Ну так что И Amzascope Именно Чтобы сканировать Потому что Смешер Что-то совсем Последнее время Плохо работает Уже давно И вообще не пользовался У Amzascope Я уже кинул С человеком Предварительно Поговорю завтра Вот Вроде старался Не затягивать Если кому-то Какие-то есть вопросы Индивидуальном характере То есть Что-то уточните По каким-то нашим услугам Обращайтесь ко мне Я вас Я вас перекину На тех людей Которые у нас Занимаются Конкретно Каждым из Проектов Потому что У каждого У каждого Своя направленность У меня своя У них своя Ну тогда Думаю Все Всем удачи Если что Да, обращайтесь Я в любом случае На связи Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok